Здравствуйте! В Нижнем Новгороде 12 часов. Горький ТВ с последними новостями. Сразу несколько сотен нижегородцев собрались накануне, чтобы сделать самое массовое селфи в истории города. Накануне около памятника катер-герою Чкаловской лестницы молодые люди установили городской рекорд по количеству участников одного снимка. Их собралось более 400. Кстати, самый массовый снимок селфи был сделан в прошлом году на ежегодной конференции Равинов. Тогда на снимок попали около 2000 человек. Стрижи заменят Сапсана уже с 1 июня этого года. Продажи билетов на скоростные поезда с сообщением Москва-Нижний Новгород открываются в самое ближайшее время. Кроме стрижей, между Москвой и Нижним также будут курсировать два поезда «Ласточка», а вот Сапсаны будут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Нижегородские баскетболисты уступили в последнем матче единой лиги ВТБ в этом сезоне. На выезде наша команда оказалась слабее чешского Нимбурка 86-81. После матча главный тренер гаража Найнерс Богацкис извинился за игру своей команды и весьма резко оценил игру своих подопечных. Цитата. «Мы были мягкими, сегодня в черно-белой форме играли не мужчины, а какие-то дамы». Конец цитаты. По итогам турнира нижегородцы заняли пятое место. Впереди нас «Зенит», «Локомотив», «Кубань», «Химки» и «ЦСКА». Также в плей-офф попали «Уникс», «Автодор» и «Астана». Нижегородцы в четвертьфинале серии до трех побед встречаются с питерским «Зенитом». Первые игры команд пойдут уже 1-3 мая в Санкт-Петербурге. Затем, 6-го числа, серия переедет в Нижний Новгород. Завершение погоды в столице Приволжья. Сегодня днем ожидается переменная облачность до плюс 7-10 градусов, вечером до 9-ти тепла. Всем приятного начала рабочей недели. Смотрите Горький ТВ. Субтитры подогнал «Симон»